Акты вандализма в общественных местах заполярной столицы становятся регулярными. Смотровая площадка в морском порту, автобусные павильоны и детские площадки – все эти объекты постоянно подвергаются физическому воздействию со стороны хулиганов. Кому мешают объекты городского хозяйства и как с этим бороться – в нашем следующем материале. Смотровая площадка в морском порту была оборудована всего два года назад, но за это время она уже неоднократно подвергалась разрушениям. Сломанные скамейки, исписанные элементы, выдернутые с корнем ели и разбитые фонари. Любимое место отдыха многих горожан систематически ремонтируют после разрушительных нападений вандалов. Были случаи, когда нам удавалось находить все нарушителей. Мы писали соответствующие заявления в МВД. На данный момент отрабатывают сотрудники правоохранительных органов. А дальше мы планируем взыскать с нарушителей затраты, которые понесло наше учреждение во время ремонта. Но найти хулиганов непросто. Правонарушения совершаются в основном в темное время суток, когда на улице нет случайных прохожих. А значит, некому остановить нарушителей или запомнить их приметы. В рамках городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» точно направленных на некоторые объекты камер пока нет. Однако иногда хулиганы попадают в видимость камер, расположенных рядом, что способствует установлению личности правонарушителей. За совершение осквернения зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных в общественных местах предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Те же деяния, совершенные группой ЛИП, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Но зачем ломать, если можно радоваться тому, что нас окружает? Чаще всего хулиганством занимаются подростки, а желание разрушать в психологии носит термин «девиантное поведение». По статистике, ему подвержены около 60% всех молодых людей вне зависимости от пола. И причины у этого достаточно весомые. Почему такие высокие цифры? Это, наверное, такие возрастные особенности у подростков. Социальные особенности, психологическая и психологическая незрелость у подростков. Подвержены к ним все отклонениям юноши и девушки от 14-18 лет, которые воспитываются в неплагоприятных социальных условиях. Чтобы разглядеть разрушительную силу в подростке, нужно уделять ему время, говорить с ним, проявлять интерес к его жизни. И тут ответственность не только на родных, но и на педагогах в учебных заведениях. Но самое главное – всем взрослым без исключения надо быть примерами для подрастающего поколения, еще не выбравшим верный ориентир в жизни. И тогда мир станет другим, без разбитых фонарей и детских сердец.